Всем привет дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ! И сегодня, как вы уже знаете, вышло новое обновление, но сегодня видео не по нему. Для того, чтобы получше в нем разобраться, я пару дней обожду. И сразу хочу вас пригласить в свой клан, для того, чтобы протестить полностью обновление, потому что вышла глобальная карта, мне понадобитесь вы, дорогие мои подписчики. Те, у кого есть 10 уровни, заходите пожалуйста в группу ВКонтакте, и перейти, как всегда, сможете по ссылке в описании. И там есть пост, там в общем напишите свою технику. Если у вас есть десятки, то я вас возьму в клан, и мы поедем завтра на глобальную карту исследовать неизвестное. Это я, конечно же, все дело буду снимать на видео, для того, чтобы был у меня материал, и уже через пару дней, думаю, смогу предоставить интересный отчет по обновлению, полностью, так скажем, полностью уже разобравшись с ним. А сейчас так сразу я вам не рискну ничего рассказывать. В принципе, вы сами сможете зайти на сайт и посмотреть новость. Еще я сегодня накатил вдруг депреснять, почему-то посмотрел я сегодня одну такую интересную вещичку, школу мертвецов, и в общем, накатил. Поэтому музычка будет сегодня грустная, ну а сами мы будем говорить о веселых вещах. Ну как о веселых, а точнее о штурмтигре. И вообще, давайте немножко все-таки про обновление поговорим. Не думаю, что это уж будет прям так печально, если я о нем сейчас буду рассказывать, поэтому слушаем. Итак, ввели у нас сегодня глобальную карту. Наконец-то то, чего все так долго ждали, ввели. И, в общем, нельзя, наверное, и не радоваться этому. Она вышла примерно в том виде, в каком ее ожидали увидеть. То есть глобальные карты, война за провинцией, хотя я там немножко еще не разобрался. Ну, в общем, как это примерно работает. Мы должны высаживаться на острова. Для того, чтобы высадиться их, надо выкупить на аукционе в определенное время. То есть нету битв за острова, острова нужно выкупить. После чего с этих островов вы можете пытаться пробиться на саму карту. То есть на основную территорию, на материк. И вот уже на материке будут идти битвы за провинции. Провинции будут давать, по-моему, лояльность, что ли. Лояльность, по-моему. И за эту лояльность вы сможете исследовать редкие танки, которые нельзя просто так взять и купить. Их можно купить только если они исследованы в том клане, в котором вы сейчас находитесь. Это новый британский танк 5-го уровня, новый британская ПТ-шка, по-моему, 10-го. И два французских танка 50-100 и Батшат. Батчатильон 25Т. Вот. Все уже сразу посмотрели на характеристики ПТ-шки. Все сразу начали ныть. То, что вот она неубиваема, вот там тролливали, расставали. Не знаю, как это еще сказать. В общем, на самом деле не все так страшно. Надо ее купить сначала, посмотреть, и уже потом заявлять имба она или нет. Хотя разовый урон в 2-300 внушает, да. Внушает опасения. Но мы опять-таки посмотрим, как оно все на самом-то деле выйдет. Многие сразу заныли по поводу того, что выскакивают эти циферки. Мне вот, наоборот, очень сильно понравилось. Они так красиво выскакивают. Видно, сколько урон наносишь. Ничего, в принципе, они мне не закрывают. Удобнее сделали в этом плане. Не знаю, почему многим не нравится. Хотя, возможно, кому-то и неудобно. Меня, в принципе, все устраивает по поводу этих циферок. Стало довольно красиво. Да и, в общем, мне они не мешают. Это тоже в обновлении появилось. Так что появилось у нас, считайте, 4 танка, глобальная карта. Появились вот эти вот новые циферки. Немножко изменили оформление, так сказать. Ну, приукрасили игру в целом. Получилось обновление такое довольно неплохое. В общем, выкатили самую главную фишку лета, которую хотели мы увидеть. Многие еще хотят увидеть нации летом. Но я так понимаю, то, что ждать их уже надо осенью, где-нибудь в сентябре. Ну, потому что просто разработчики сейчас, скорее всего, будут заняты глобальной картой и исправлением ошибок, которые там, возможно, будут. Хотя они долго ее пилили, и я надеюсь, все баги они там поубирали. Но, мало ли что, будем надеяться, что все у нас будет замечательно, и никаких много там ошибок они не найдут. Ну, а тем временем, мы уже смотрим то, что на штурм-тигре я успел пострелять очень даже неплохо. Видим то, что нанесено аж 14 тысяч урона. А как вы знаете, мой рекорд 15701 очко урона за бой. В режиме захвата базы 10 противников, когда сегодня включали еще бои 15 на 15. Все же, карты, наверное, 15 на 15 играть маловаты. Надо большие карты под это все. Но, теперь будут включать ради пробы. Давно уже пробуют. В принципе, неплохо, но реально мясо. Слишком много народу на слишком маленькой карте. Так что, тут тоже все неоднозначно, но, во всяком случае, мне было интересно поучаствовать. Так вот, сейчас не об этом. На штурм-тигре у меня рекорд 15701 единица урона за бой в режиме захвата базы 10 на 10. Вот сейчас этот бой покажет мой новый рекордик. И я, конечно, этому безумно рад. То, что поставил еще планочку повыше. Ну, штурм-тигр это сейчас такая машина, которой можно, которая тащит. Вот видим мы королевского тигра. Он берет и разлетается на части от попадания. Ну, понятное дело, в общем-то, танки и должны так страдать, потому как 380-мм снаряд не должен оставаться незамеченным. А у меня такие ситуации случались, когда стреляешь, попадаешь прямо в танк и пишет не пробил. Меня это дело очень сильно удивляет, но что поделать, бывают и такие косяки. Хотя встречаются они крайне-крайне редко. Главное, что разработчики работают над игрой, допиливают ее, вот ввели глобальную карту. Хотя многие, еще не зная сути, уже разочаровались. Не очень я понимаю, хотя может быть и я разочаруюсь, когда плотнее к этому приду. Так вот, еще раз спешу вам напомнить, что мне нужны люди в клан с десятками, с десятыми уровнями и желательно не маусы, которые бесполезны, а какие-нибудь 268-ые, какие-нибудь Т-58, 277-ые и тому подобные машины. Штурмтигры, в общем, все, что может наносить урон, все, что может двигаться, в общем, все десятки. Ладно, не будем об этом, все десятки. И, в общем, подавайте свои заявки в клан, все подробности в группе. Если что, клан называется Lonely and Alive. Лона. Так что, заходите в группу, ищите и вступайте. Завтра поедем с вами воевать на ГК. Ну, а с вами был Крюга ТВ и, надеюсь, завтра мы сможем с вами хорошенько оторваться в нашем новом обновлении. Всем пока-пока, удачного вам нагиба!